В октябре контрольно-счётная палата города Краснодара отметила 10 лет со дня основания. В 2010 году шестой федеральный закон, в котором заложены принципы работы контрольно-счётных органов, субъектов и муниципальных образований, еще находился в разработке. Тогда, в своей деятельности, созданный орган опирался только на опыт коллег. Но вскоре городская контрольно-счётная палата стала автономной. Основной целью её была внешняя проверка отсчёта об исполнении бюджета. Но задачи стали расти, вместе с тем увеличивалась и ответственность специалистов. Это одно полномочие, ради которого мы были первоначально созданы, оно дополнилось ещё более чем 10. Поэтому сейчас у нас очень широкий спектр полномочий. Это и проверка, внешняя проверка, контроль за законностью и эффективностью использования бюджетных средств. Это эффективность налоговых льгот, это экспертиза муниципальных программ. Сейчас у нас программный бюджет более чем на 90%, поэтому, конечно, экспертиза программ – это очень важно, значимо для нашего города. Ещё очень важный пласт – это проверка эффективности использования муниципального имущества, то есть муниципальных ресурсов. В структуру органов входит 6 отделов – контрольно-ревизионный, отдел экспертизы и анализа расходов бюджета, также экспертизы и анализа доходов бюджета, организационно-правовой, информационный, отдел аудита закупок. Одно из важнейших звеньев цепи – аудиторы. Каждый из трёх курирует своё направление. Ольга Шургина следит в частности за порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности города. Из свежих примеров – проверка муниципального жилищного фонда. Мы провели проверку по вопросам полноты учёта этого фонда, системы управления фондом, определение полноты платежей населения по плате за наем, по организации системы взыскания задолженности. Мы дали рекомендации по совершенствованию системы учёта, по цифровизации этого направления, автоматизации деятельности. Поэтому эффект от этого мероприятия достаточно, мы считаем, будет высокий. Результаты этой проверки, я надеюсь, позволят повысить эффективность управления жилищным фондом города Краснодара. Стоит знать, что наказывать виновных к задаче палаты не входит. Здесь действует другой принцип – предупреждение и профилактика нарушений. Миссия независимого органа – контроль над целесообразностью и эффективностью расходования бюджетных средств. Каждый элемент механизма под названием контрольно-счётная палата должен функционировать. Это влияет на весь рабочий процесс и результаты проверочных мероприятий. В контрольно-счётной палате Краснодара работают с самыми крупными проектами, опираясь на предложения главы города, городской думы и прокуратуры. Огромное влияние экспертов сосредоточено на проверках социально-культурной сферы и дорожного хозяйства, так как на их реализацию направлена большая часть бюджетных средств. Стараемся, чтобы у нас были комплексные проверки, охватываем проверками, мероприятиями основные наши департаменты, которые получают наибольший объём средств. Выбираем рискориентированный подход. Сейчас у нас в приоритете контроль за реализацией нацпроектов на территории города. Мы проводим их как и при текущем контроле в мониторинге, так и в последующем. Результаты работы представляют депутатам городской думы Краснодара. Народные избранники принимают к сведению мнения экспертов при утверждении муниципального бюджета. Специалисты всегда готовы ответить на дополнительные профессиональные вопросы. Ведь в контрольно-счётной палате Краснодара работают специалисты, знающие толк в своём деле. Подкованы они как в сфере экономики, так и юриспруденции. Все сотрудники имеют высшее образование, 5 человек, даже 2 высших образования, 3 кандидата экономических наук, 3 заслуженных экономиста Кубани. Всего за 10 лет прошло через палату 88 сотрудников в Край и в контрольно-счётную палату Край, в администрацию города. Но в основном костяк остался, вот первоначальный костяк. Кроме опытных, тех, кто трудится здесь с момента основания, есть в коллективе и молодые, но грамотные специалисты. Леонора Галата работает в отделе экспертизы и анализа доходов бюджета старшим инспектором. Девушке 25 лет и больше года своей жизни она посвятила работе в палате, по её мнению, очень важной для общества. Здесь действительно высокая концентрация специалистов своего дела, которые небезразлично относятся к бюджету, к городу, живут этими проблемами. И я очень горжусь тем, что я здесь работаю и буду стараться для пользы города, как и всё. Председатель контрольно-счётной палаты Людмила Балашова придерживается мнения, что работать в таком месте должен не только сведущий, но и любящий профессию и родной город. Если говорить об идеальном сотруднике, мне кажется, всё-таки выбор такой. Первое – это ответственность. Из ответственных мы выбираем тех, которые любят свой город, которые неравнодушны к его проблемам. Из патриотов мы выбираем профессионалов, которые не только имеют хорошее образование, но и богатый багаж знаний. За 10 лет непрерывной и качественной работы Краснодарская контрольно-счётная палата внесла огромный вклад в повышение финансовой грамотности и дисциплины, заслужила авторитет местной исполнительной власти, депутатов городской думы, правоохранительных органов, а главное – высокое доверие горожан.